Качество выполненных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в четверг, 5 августа, в Твери проверила специальная комиссия. В её состав вошли депутаты регионального и муниципального уровней, общественники и местные жители. На ряде объектов ремонт уже завершён, а где-то работы в самом разгаре. С подробностями Никита Васильев. Улица Мусоровского в районе школы номер 17 в Заволжском районе Твери. Здесь, как и на десятки других участков города, идёт ремонт дорожного полотна. Рабочие уже сняли старый асфальт, вот-вот будет уложена новая щебёночно-мастичная смесь. Общая протяжённость участка, который будет приведён в порядок, более одного километра. Сейчас в настоящее время идёт фрезерование проезжей части, а также восстановление колодцев. Планируется устройство выравнивающего слоя и устройство верхнего слоя, также из щема. При ремонте дорог используются современные технологии. К примеру, вот здесь будут установлены вот такие плавающие или телескопические люки. Им не страшна усадка в случае изменения погодных условий. В планах у дорожников закончить работы по укладке нового асфальта на этом участке до 1 сентября. К этой же дате должна быть нанесена разметка пешеходных переходов. А уже к 10 сентября здесь будут оборудованы лежачие полицейские. Такие же, например, как на улице Зинаиды Коноплянниковой. Участок также попал в перечень ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». И здесь все работы уже завершены. В преддверии нового учебного года это хорошая новость для руководства школы номер 35, располагающейся неподалеку. Улица с оживленным движением. И, конечно, ради безопасности детей необходимо было провести эти работы. И работы проведены были вовремя. Что еще для нас было очень важно, что начались эти работы именно в то время, когда уже заканчивался учебный год. Обновились и пешеходные переходы, и неровности. Это стало возможным детям беспрепятственно спокойно переходить дорогу. Ход работ на этих и других объектах регулярно проверяет специальная комиссия. Депутаты регионального и муниципального уровня, общественники и местные жители. Как отмечают участники подобных выездов, очень важно, что в первую очередь приводятся в порядок те улицы, близ которых расположены важные объекты социальной сферы. Детские сады, школы, больницы. Об этом говорил президент страны Владимир Путин. Такую задачу ставил глава региона Игорь Руденя. Очень важно, что здесь искусственные неровности сделаны, пешеходные переходы. Это все очень важно. Ну и то, что в приемке принимают участие и жители, и общественность, это тоже такой хороший положительный момент. Ну а так, конечно, еще много нам предстоит сделать. Но объем работы дорожного ремонта в Заволжском районе, он, конечно, колоссальный. Это и Красина, и Мусоргского. Жители Заволжья, среди которых и ямы, многие ямы годами уже просто, как говорится, в лицо знали. Уже с закрытыми глазами знали, где бухнет подвеска, где провалится и так далее. Отрадно, что теперь делается не просто ямочный ремонт, а и полный, полноценный ремонт идет дорожного покрытия. Ну и также, конечно, здорово, что учитываются вопросы безопасности. Вот, например, возле 53-й школы восстановили после ремонта лежачие полицейские. Добавим, что подобные инспекционные поездки на объекты нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Твери продолжатся. Совсем скоро мы расскажем вам о ходе работ в других районах города. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!